И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я уверен на 100%, играя в Dark and Light, вы уже не раз задавались вопросом, где же эти чертовые NPC, где же стражники, почему я, забегая в город, не могу найти себе защиту, и меня в итоге убивает монстр посреди города. Да и вообще, черт побери, мне дали сраное задание добыть 100 монет, то есть продажи, а я не могу. Я не могу найти, кому продавать. Но это проблема лишь только на серверах. Как вы видите, зайдя сюда, ну вот, я уже купил, sold out, зайдя сюда, я могу спокойно, с легкостью продавать и без лишних заморочек покупать предметы. То есть, к примеру, вот, 78 монеток. Отлично, да? А мне больше и не надо. Пойдемте дальше. Почему на серверах нет NPC? Все легко и просто. Зайдя на сервер, каждый дебил, а именно таких людей стоит так и называть, считает нужным пойти и убить этих NPC. Кто-то натавливает на них много, большое количество монстров, кто-то просто сам берет и убивает. И в этом-то и вся, пожалуй, загвоздка. То, что у вас ничего не получится продать на сервере, так как их убивают. NPC просто-напросто берут и убивают, и вы их не найдете. Что? Почему? Почему это происходит? Разработчики объясняют это как? Как говорят разработчики? Мы пытались найти такое решение, чтобы, допустим, когда человек начинает бить, то есть игрок начинает бить NPC и пытается убить его, то другие игроки впрягаются за NPC, так как они понимают то, что без NPC у вас не получится ничего сделать, продать лут и так далее. Вы впрягаетесь за NPC и убиваете этого человека. Но разработчики немножко не предусмотрели тот факт, что дебилов в этом мире полно. И тут начинается маленькая загвоздка. Вы не можете найти ни одного NPC. Да, это начинается маленькая загвоздка. С другой стороны, да, можно как-то сделать так, настроить, чтобы они не умирали и так далее. Но это была задумка разработчиков. А разработчики сказали то, что в ближайшее время, в ближайшем патче и так далее, мы постараемся как-то все это дело исправить. И, ой, мне монетки не хватает. Как-то все это дело постараемся исправить и, возможно, что-то изменится. Но на данный момент мы будем иметь лишь то, что имеем. Так, ну-ка. Опаньки, я могу купить. А, у тебя экипировано? Алло. Куда здесь экипировать-то нужно? А, вот. А вот, поэтому, как видите, да, все, я купил себе коня. Я пошел, налутал дерево и купил себе коня. Отлично. Теперь у меня есть конь. И я застрял, я застрял, я застрял. А, черт побери. Вот и все. Собственно, будучи просто нубом, не имея абсолютно ничего, я могу купить себе коня, могу купить себе какие-то первоначальные предметы и так далее. Да и в целом, заработать немножечко монет, не разбивая эти сраные бочки. Да. Конечно, это еще та заморочка. Но нам, игрокам, играющих на сервере, остается ждать лишь одного. Когда же разработчики придумают, как исправить эту проблему. Тут либо делать NPC бессмертными, либо делать так, чтобы каждое утро они спавнились по новой, либо в какой-то определенный период. На данный момент, как я понял, они не спавнятся вообще. За исключением, если в администратор сервера, то есть если в сервер частный, администратор сервера сам спавнит этих NPC. Да, да. Такие вот проблемы. Но такие вот дела. Надеюсь, вам эта информация была хоть чем-то полезной и вы, наконец-то, поняли, почему вы, черт побери, не можете выполнить сраный квест и почему же у вас с ним, с этим квестом проблемы. А также, куда же, черт побери, девать мир лишний лут? Я очень надеюсь, что разработчики хоть как-то исправят это все положение. Ну, а на этом я уже с вами буду прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Я еще парочку видосов сниму о том, что я нашел из MMORPG составляющих, то есть из RPG составляющих. Это довольно-таки интересно, это довольно-таки полезно. Надеюсь, вам эта информация будет очень полезна. Все на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.